давайте посмотрим о чем мы говорили мы начали с того что свет из ведет себя как волна да мы посмотрели на примеры этого поведения в эксперименте двух двойной щели где свет создавал максимум и минимум в интерференции на этот интерференционный эксперимент еще один внутри интерферометра где свет попадает то в одну то в другую уничтожает друг друга мы прошли этот кусок потом с помощью фотоэффекта когда свет выбивает частицы электроны из металла мы поняли что свет одновременно и не только волна но он еще и частица то есть у связь но света вроде бы волновые есть свойства но есть свойства частицы он приходит в везде он двигается в такими кусками такими квантами фотонами как придумали ими такими как вагончиками с определенной энергией которая зависит от частоты на вот это мы проговорили и прошли и мы сказали что такой взгляд на свет помогает понять структуру атома переходов между уровнями всякое такое и какие какое-то время после этого один из физиков добрали добрали подумал такой и сказал слушайте а если у значит света то есть как бы волн есть свойства частицы тогда может быть наоборот у частиц есть свойства волны да то есть у того что мы раньше думали является частицами например вот электроны должны бы как-нибудь проявиться волновые свойства он придумал формулу для длины волны в зависимости от массы то есть электрон если свет на если фотон света фотон паха если фотон света не имеет массы у него нету масса да и он является волной частиц то у электрона масса точно есть добрали придумал формулу зависимости от массы и скорости чему будет равна длина волны такой частицы и потом сделали эксперимент двойной щели где пускали электроны через двойные щели вместо того чтобы запускать фотоны или свет и на экране видели опять наши максимум и минимум да то есть опять электрона есть электронов нет электроны есть электронов нету электроны есть электронов нету две стороны расходятся точно такая же интерференционная картина как и для фотонов то есть получается у фотонов которые были сначала волнами есть свойства частицы но и наоборот у частиц с реальной массой которые летят отдельными кусками есть свойства волн и вот именно это мы смотрим есть эксперименты которые мы смотрели где на экране появляются точечки какая идея значит это эксперимент двойной щели но теперь вы запускаете по одному фотон до запускаете один фотон через двойную щель и смотрите куда он падает он падает куда-нибудь сюда мой электрон электрон еще один электрон запускает quel подойдет куда-то сюда ждете на следующий электрон падает куда сюда реально между каждым электронам есть пауза каждый HR подает в определенное место но постепенно когда они падают в разные места Появляется постепенно интерференционная картина из вот этих точечек с максимумами и минимумами. И получается, что у электронов тоже есть свойства волны, и они проявляются даже в случае с отдельным электроном. Отдельный электрон летит, и он оставляет максимумы и минимумы. Потом, возвращаясь опять, можно этот же эксперимент произвести с фотонами, то есть с частицами света. Вы берете, включаете очень-очень-очень-очень-очень-очень тусклый свет, так чтобы с каждую секунду или каждые 2 секунды из вашего источника света вылетал ровно один фотон. И он на фотографической пластинке точно так же будет оставлять точку, точку, точку. Это очень долго нужно ждать, конечно, да? Но постепенно эти точки точно так же складываются в интерференционную картину с максимумами и минимумами, где вот эти максимумы и минимумы, расстояния между ними, зависят от длины волны и от частоты фотона. И также от длины волны, связанной для электронов, от длины волны, связанной с электронами. Но главная идея, что частицы с массой и частицы без массы, то есть фотоны, электроны, вот эти вот все квантовые маленькие штуки, у них одновременно есть и свойства волны, и свойства частицы. И они как бы... нам хочется сказать, что они волны, или нам хочется сказать, что они частицы, но они ни то, ни другое. Они просто странный способ, которым мир устроен, которым проявляются и свойства волны, и свойства частицы. Но главная идея, что очень странно и интересно, что электрон, летя, летит одновременно через две щели, и одновременно находится на всех этих траекториях, где он может прилететь, и одновременно проверяет, да, прилетшу я сюда или нет. Но с определенной вероятностью прилетает каждый раз в определенное место, да. И только собрав статистику о них, мы можем посмотреть и увидеть интерференционную картину. Да, это вот как бы главная идея. То же самое в интерферометре. Мы можем послать электрон через интерферометр. Конечно, там будут бимсплиттеры сделаны из других вещей, и зеркала тоже. Но главная идея, опять, что мы можем найти такое расстояние, такие бимсплиттеры и такие зеркала, что электрон будет прилетать только в один детектор, а во второй детектор не будет прилетать, да. Вот только сюда будет электрон лететь. И опять, сделав что-то с его путем, мы можем поменять интерференционную картину и заставить электрон прилетать в новый детектор. То есть он будет вести себя совершенно так же, как свет, только это будет электрон, отдельная частица, отдельный кусок. Фотоны как бы тоже летят отдельными кусками, но нам о них приятнее думать, как о таких частях, волнах постоянных, да. Но вот электрон, прям отдельный кусок. И он летит одновременно, находится на двух траекториях, и потом одновременно сам с собой интерферирует и выбирает один из путей. Ну или два, если вы выбрали так, чтобы пути там были 50 на 50, 50% на вероятность, но это чуть более сложные штуки, уровень. И как оказалось, любое тело с массой имеет свою длину волны, доброли. Чем больше массы, тем эта длина волны меньше. Но даже для человека можно рассчитать ту длину волны и то, какая длина волна у человека с массой. Самые, одни из самых больших экспериментов, которые делали, это делали с шариками C60, C60, то есть 60 атомов углерода. Если в каждом углероде электронов, там сколько, 6, 12, сколько-то штук, да, то здесь это не просто атом, а это из многих атомов состоящей, состоящая форма. 60 атомов углерода, соединенных вместе, их пропускали через двойную щель, да, там, конечно, чуть меняется двойная щель, там щели ближе друг к другу становятся в зависимости от длины волны и так далее. Но самое главное, что оказывается тоже, этот огромный, огромный объект по сравнению с электронами или фотонами, тоже создает интерференционную картину. И тоже у него есть места, куда он приходит, есть места, куда он никогда не приходит и так далее. Да, то есть это свойство, которое есть у всех микрочастиц микровещей. Вот такая штука с этой квантовыми вещами.